Всем привет! Если вы обратили внимание, что последние пару недель я появляюсь на ютубе очень мало и в ваших комментариях, кого я смотрю, и в моих комментариях, и выставляю мало видео, это все потому, что я немножко решила взять, так назову, отпуск от ютуба и немножко отдохнуть, перезагрузиться, как я это называю. Не то, чтобы что-то произошло особенное, нет, просто иногда от чего-то очень активного, что происходит в моей жизни, я устаю, даже если это какое-то мое самое любимое хобби, и мне нужен какой-то отдых, поэтому я просто-напросто отдыхала, посвятила это время своим друзьям, своей семье, посвятила это время почитать книги, которые я, может быть, хотела, и у меня не получалось из-за того, что мое все внимание было именно в моем этом хобби ютубе. Плюс, значит, я вернулась с новыми силами, с новыми мыслями, с новыми идеями для видео, но в сегодняшнем видео я вам расскажу не что-то новое, а сделаю вам обзор на новые кисти от Зуива, которые я получила, новый их комплект, который называется, как ты называется, я уже забыла, Rose Golden Volume 2, по-моему, вот, вот такой вот комплект, и сравню его с предыдущим комплектом, который просто назывался Rose Golden, по-моему, старый комплект, про который я вам сто раз рассказывала, поэтому сегодня я просто их сравню между собой и расскажу вам свое мнение о этом новом наборчике. Так, давайте начнем, давайте сначала я начну с набора, а расскажу вам, что этот новый комплект, вообще, эта вся серия, я не уверена, давайте посмотрим, как он называется, вот, тут написано, как он называется, потому что все пришло вот так вот суперкруто упаковано, и у нас это называется Rose Golden Volume 2, все, luxury set, поэтому, да, все правильно, в любом случае, этот кошелечек, в котором лежали кистики, кисти был упакован вот в такую вот, сделанную, как бы, ну, из пластика коробочку, в которой был флайер, там, с какой-то рекламкой, и также во всех упаковочках идет такой вот, такая вот карточка, где написано, кто упаковывал конкретно сами кисти, также идет в коробке такая вот бумажка, где написано имя, кто упаковывал всю-всю посылку, и в каждом, в каждом сайте идет такая бумажка, в общем, кисти я эти случайно увидела, именно вот этот комплект, я даже не помню, где я его случайно увидела, я просто моментально, когда его увидела, загорелась и сказала, что я себе его хочу, и когда я искала, если он уже вышел, он в продажу, я обнаружила, что он будет в продаже 23 февраля, 23 февраля, когда, 23, да, 24, 23, не помню конкретно, помню, 23, когда он вышел в продажу на официальном сайте Зуива, я себе сразу же заказала, и мне он пришел буквально где-то полнедели назад, дня 4 назад, то есть он ко мне шел около 2,5-3 недель, долго, он уже, я знаю, что девчонкам в Украину пришел, в Англию, так я вообще не говорю, за 2 дня дошел, мне шло около 2-3 недель до Израиля, давайте сначала, перед тем, как я буду вам показывать комплект, я вам скажу вообще, из чего эта серия состоит, эта серия в этот раз состоит из каких-то там, из какой-то косметики, типа, ну, как это называется, тени, карандаши, может быть, есть, косметика из-за этого как-то меня не очень привлекает, интересует, поэтому я даже, если честно, не знаю. В плане кистей, все, что касаемо этого, есть набор вот такой вот большой, где есть 8 кистей, 3 для лица и 5 для глаз, и также есть вот такой вот маленький набор, набор, который состоит из 12 кистей, и здесь эти все кисти для глаз, он так и называется, Rose Golden Volume 2 Complete Eye Set, вот, про него попозже, и также в этот раз они сделали такую вот поставку замечательную для кистей, вот такая вот квадратная поставка, все в таких этих коробочках, безумно, конечно, красиво упаковано, такое все, знаете, очень фэнси, и вот такая вот просто пластиковая коробочка, пластиковая, не пластиковая, а акриловая коробочка, если вы покупаете не коробочку, а подставочку вместе с одним из наборов, то подставка вместо своих, по-моему, 7 евро стоит 5 там или 4, в общем, там дают какую-то скидку. Габи, конечно, был, как обычно, абсолютный лох, и я заказала это по отдельности, и заплатила полную цену за это, за это, и потом, когда я поняла, что я была последним лохом и вот так вот заказала, я написала в обслуживание клиентов и сказала, что вот я так вот заказала, и почему, ну, как бы автоматически мне не сделала скидку, если я заказываю это и это. Они мне написали, что для того, чтобы получить скидку, я должна была заказывать это как один продукт, у них была такая, как бы, опция, но поскольку я такого не сделала, и они очень сожалеют о том, что они меня ввели в заблуждение, они мне дали подарочный талон на 5 евро, что это очень приятно, между прочим, потому что они могли ничего не давать и сказать, ты сама лох ошиблась, и, как говорится, иди и отдыхай, но нет, им очень важно, как бы, клиенты, и они дали такой вот подарок, так что это очень приятно. Так, в любом случае, вот такой стендик, и здесь сейчас у меня на своем столике стоят все-все-все кисти, они у меня стояли до этого в другом стаканчике, которым я тоже очень довольна, я, кстати, свои кисти все поменяла, теперь они у меня, помните, раньше у меня был такой трех, ну, стаканчик из трех отделений, так я поменяла и поставила в стаканчик из-под большой свечки с ИК, в котором это все выглядело просто очень-очень шикарно, но когда пришла вот эта новая подставка, то я переставила все сюда, вот. Значит, такой вот комплект, комплект, как всегда, большая косметичка, и в нем 8 кистей, как и в первом комплекте, в Rose Golden 1, там тоже было 8, и здесь 8, в общем, две косметички, очень с собой похожие, сделаны из кожезаменителя, да, дермантин, наверное, давайте выдачим, только вот, ну, видите, цвет разный, так и кисти идут, у первого кисти такие коричневые, у второго кисти будут вот такие вот золотые, отличаются вот эти вот эмблемочки, здесь она такая красивая, и все кисти также разрисованы вот таким красивым цветочком, в первой же просто такая вот железачка, на которой написано «Зуива», вот. Что мне нравится? В первой косметичке, что внутри, есть кармашек дополнительный, вы знаете, что я обожаю эту косметичку, она безумно удобная, вот тут есть дополнительный внутренний кармашек, во второй, к сожалению, ничего такого нету, она просто уже идет без ничего, без кармашка, и это мне немного расстроило, но, в принципе, они идентичны, то есть, идентичны, одинаковые, это может быть немножко помягче за счет своей вот этой вот, не знаю, немножко раскраска другая, и, наверное, за счет этого она немного мягче, но не знаю, в принципе, они идентичны, кроме того, что у новой нету кармашка, и это немножко ротшировано. В комплекте, как я уже сказала, было 8 кистей, 3 для лица, вот они 3, это у нас кисть Кабуки, Флет Кабуки, про которые я про каждую кисть сейчас расскажу отдельно, по сравнению с первым. Кисть, которая у нас, она называется Чик Финиш, Люкс Чик Финиш, да, для этих самых, для счетчик, и вот эта кисть, которая для контурирования, вот эта кисть Малера, которая называется Фейс Пейнт, про которую все знают, она сейчас очень популярна на Ютубе и везде, что она вот такая вот срезана гладкой, что ей именно делаешь скулы, в общем. И также 5 кистей для глаз, кисть подводка, для подводки, кисть, которая называется Смоки Шейдер, ей можно накладывать и кремовые тени, и хорошо делать смоки, кисть их, которую можно карандаш хорошо растушевывать на нижнем веке и на верхнем веке, она вот такая вот маленькая, хорошо скошенная. Кисть очень их популярная для бровей, вот такая вот набита хорошо и тонко подрезанная, скошенная, то есть кто пользуется разными тенями и тому подобное, я знаю, что она очень-очень популярна. И также кисть, которая идет для складки, она называется Люкс Крис, такая вот большая лохматая, чем-то напоминает 217, но не совсем, потому что она более такая кисть-карандаш, но она из таких более объемная, нежели стандартная кисть-карандаш, но он тоже идет хорошо так для складки, для растушевки. В общем, это так вот, 8 кистей, которые были в этом наборе. Этот набор пришел упакован в, видите, здесь есть эта бумажка, где написано имя, кто вам это упаковывал, весь набор был упакован в пакетик, каждая кисть была упакована отдельно в пакетик, и также к каждой кисти почти, почти каждый шел в брашгард. Когда вы мойте кисти, особенно кисти, которые сделаны из натурального ворса, вот эти кисти сделаны половину натурального, половину синтетический ворс, у них есть свойство после мытья пушеваться, поэтому очень советую вот эти брашгарды не выкидывать, если у вас нет других таких сетчаток, и когда вы мойте кисти и хотите, чтобы он оставлял свою форму, то вы их одеваете и вот так вот их сушите, чтобы она вот так вот высыхала, и таким образом она будет оставлять свою форму. Я не сушу кисти с брашгардами, кроме вот этой кисти, которую, наверное, я, да, буду сушить с брашгардом, которую я не знаю где сейчас, потому что очень важно, что вот эта кисть сохраняла свою вот эту вот форму, вот этот вот ровный срез и эту как бы такую сплющенную форму для того, чтобы она делала хорошо свою работу. В общем, очень важно ее засовывать в брашгард, и таким образом она тогда останется такой, как мне бы хотелось, чтобы она была. Ну что, и давайте тогда начнем быстренько сравнение, чем отличается предыдущий комплект от нынешнего. Значит, в предыдущем комплекте также 8 кистей, как я говорила. Значит, кисть в предыдущем комплекте для тона. Кисть для тона была номер 102, она вот такая вот кабуки, но она более круглая, да? Видите, обыкновенно круглая. В этом наборе идет кисть кабуки, которая абсолютно срезана под одним углом. Это у нас номер 104, она называется Buffer Brush. Я, если кто из вас наносит кистями тональные средства, наверное, все это делают, хотя многие любят или спонжами, или пальцами, и вы хотите приобрести какую-то кисть, я советую однозначно вот такой вот флят кабуки, то есть которая срезана напрямую. Как мне кажется, из моей практики, тем, чем я пользуюсь, такие кисти намного более лучше наносят тональные средства, и намного лучше ими можно растушевать и мокрые, и сухие, и любые, и даже бронзер я им растушевываю, когда наношу другую кистью, поэтому я всегда советую эту. В общем, ну вот такая вот разница. Значит, в первом у нас круглые кабуки, в этом у нас плоская кабуки, а выглядят они почти идентично, это немного попухлее и пониже, что ли. Следующая кисть, которая может быть немного идентична, из первого набора у нас есть такая вот кисть, она у нас номер 127 Luxe Sheer Cheek, то есть она скошенная кисть, которая идет для румян, очень хорошая кисть, очень ей довольна, единственное, что какими-то красными румянами я пользовалась, и она у меня не отмывается никак. Есть такой вот розовенький оттенок, если вы знаете, как можно это отмыть, я уже как только не пробовала, не отмывается. Есть такой далекий розовый оттенок. В любом случае, вот такая вот кисть замечательная просто для румян. Я до этого не любила скошенную кисть, я, по-моему, уже это рассказывала, и она просто, я в нее влюбилась и влюбилась наносить ей румяна, просто, ну, фантастическая кисть. Также я люблю ей наносить компактные пудры, компактные пудры именно, ну, просто компактную пудру подровнять тон лица, она вот тоже замечательно это делает. В новом комплекте у нас есть кисть 123, нет, 120, 126, они идут одна за другой. Это 127, это 126. Она тоже написано, что она чик финиш, то есть она для, тоже для румян. Ей также замечательно наносить пудры, все пудры, и рассыпчатые, и компактные. Ей также замечательно наносить румяна, они очень похожи, в принципе. Они почти одно и то же, просто это скошено, это прямая. Она просто замечательная, ей также можно хорошо растушевывать бронзер. В общем, тоже фантастическая кисть, очень-очень ей довольна. Только вот надеюсь, она у меня не покрасит. Следующая кисть, которая может быть похожа по своему свойству, и то есть они предназначены, в принципе, для одного и то же, они даже идут номер за номером. Это вот кисти старого набора, с первого набора, которая 110, face shape. То есть она рассчитана на то, что вы будете ей выделять ваши скулы, да, и другой кистью потом растушевывать. И в новом наборе есть вот эта знаменитая кисть paintbrush, которая просто срезана непрямую, то есть, ну, как бы малярная кисть такая, которую должно быть очень удобно тоже наносить бронзер здесь, и здесь, в общем, и везде. Что мне, ей действительно удобно на щеках наносить бронзер, и потом его, вот знаете, вот так вот нанес, и вот так вот потом растушевал. То есть не весь растушевал, так вот, как бы, ну, тушенул один раз для того, чтобы оно хорошо, как бы, оселось. И потом я люблю, как ни странно, брать вот это вот кабуки и вот так вот уже все растушевывать по лицу. Сначала пользуюсь ей тональником, а потом растушевываю бронзер. Очень вместе хорошо работает, просто замечательно. То есть вот они, в принципе, чем-то похожи, хотя абсолютно разные кисти, но, в принципе, они чем-то, они как бы одного и того же свойства, потому что и после этого, и после этого нужна другая кисть для того, чтобы растушевать тональное средство. Еще этой кистью я люблю наносить консилер под глаза, очень удобно, она большая, удобная, и ей это, как бы, очень удобно делать, хорошо растушевывать, она, как, знаете, как маленькая кабуки такая. Мы перейдем на глаза, потому что есть некоторые кисти, которые у них абсолютно тут разные назначения, и нету аналогов у друг друга. Следующие две кисти, которые абсолютно одинаковые, это одна и та же кисть, и одна по-одинаковому она называется 317, вот эта кисть для айлайнера. Она абсолютно одна и та же кисть, просто в разных упаковочках. Так что она замечательная кисть, хорошо набита, хорошо ей наносить айлайнер, кто любит именно жидкий айлайнер. Я ей люблю тени наносить именно на нижнее веко, на верхнее веко, и делать стрелочки тенями. Замечательные кисти, таких кистей мало не бывает, даже 2, 3, 4 очень хорошо, потому что эти кисти, они очень быстро изнашиваются, и хорошо, чтобы было парочку, а не одна. Следующая кисть, ну, предположим, что это каким-либо образом одно и то же, а не идут номер за номером. Это кисть, которая напоминает MAC 217, да, она точно как MAC 217, только тут номер 227, Luxe Soft Definer. И в новом наборе есть кисть 228, номер после этого, которая называется Luxe Quiz. Что я вам сказала? Они чем-то похожи, чем-то похожи, просто это более как бы расширено вверху, это более как бы идет таким как беличьим хвостиком. Но, в принципе, я думаю, что они могут делать одну и ту же задачу вполне замечательно. То есть растушевывать ваши тени замечательно, и внизу, и наверху. Ну, в общем, короче, хорошая растушевочная кисть, что это, что это. Этой можно более затемнять, может быть, складку. Она так, по-моему, и рассчитана для складки. Но, в принципе, мне кажется, что они каким-либо-то немного похожим образом, очень одинаковые, похожие кисти. Немного разные задачи каждая справляется, но, в принципе, одинаковые, только вот эти вот розовенькие, они повыше, насколько я сейчас вижу. Немножко они все-таки по своему дизайну отличаются. И остальные кисти, что у меня остались, они на друг друга не похожи. Они все разные, и поэтому я просто вам как бы покажу, расскажу. Значит, из нового набора тут осталось три кисти для глаз. Из старого набора две кисти для глаз и одна кисть для лица. Значит, начнем старый набор. Старый набор, тут у нас есть кисть для пудры, большая кисть для пудры. Очень ее люблю, очень хорошая кисть. Есть в новом наборе такой кисти для такого, именно просто для рассыпчатой пудры нету. Есть вот эта, как я уже говорила, о скошенной кабуке, что ей тоже можно замечательно любую пудру вбивать. Но именно рассыпчатую пудру делать финишное что-то, этой кистью нельзя, а этой можно. В новом наборе именно что-то финишное делать. Возможно, делать вот эту вот кистью, которая рассчитана для румян. Также в старом наборе у нас есть кисть для консилера, чего нету в новом наборе. Вот такая маленькая, вы знаете, что этой маленькой кистью я как раз-таки ей люблю делать, как бы рисовать свои скулы, то есть делать коррекцию лицу, именно ей я люблю. Но она вообще рассчитана для консилера, в новом наборе ничего похожего нету. И также у нас есть кисть-карандаш. Я знаю, что многие считают, что это кисть бестолковой, но вот в старом наборе есть кисть-карандаш. номер 231 Lux Petite Cris, что вы можете, в общем, знать, что кисти к ландышам делать, да, тоже для складки, то есть для затемнения уголка внешнего века, в общем, чего в новом наборе тоже нету. В новом наборе у нас есть так, три кисти для глаз, которых нет в старом наборе. Значит, первая кисть, которая очень популярна у Зои, вы как ни странно, кисть для бровей. Номер 322 Browline, да, Browline, она вот такая вот очень-очень низкая, так плотно набита и немножко под наклоном, то есть ей очень хорошо рисовать ваши бровки, потому что она ну просто замечательно будет рисовать бровки, просто очень хорошая кисть, если честно, у меня от нее такой маленький восторг, в общем, замечательная. Также есть кисть Smudger 226, тоже она такая вот тонко-тонко и низко набита, ей будет хорошо пользоваться какими-то кремовыми тенями, я так думаю, и хорошо будет именно выводить нижнее веко и верхнее веко, то есть, в общем, для кремовых теней именно какие-то, именно какие-то подчеркивать маленькие детали, она такая вот очень удобная и очень плотно, хорошо набита. И также конкретно для кремовых теней и более для активных цветов на ваших глазах, как Smoky Eyes и тому подобное, есть кисть, которая так и называется, 234 Smoky Shader, она вот такая вот лопатка, просто стандартная лопатка, кстати, ей можно тоже пользоваться как кистью для консилера, в маленьких точечных местах, если вы где-то хотите что-то точечно замазать консилером, она тоже будет замечательно работать, потому что она как, знаете, как есть эти кисти для тональных средств лопатки, вот она такая вот, только маленькая лопатка, поэтому все, что кремовое, будет с ней отлично работать, не только кремовое, все, что вы хотите очень плотно нанести на определенное место, она будет просто замечательно работать. Ну и, в общем, вот так вот выглядит весь этот сет, то есть все мои два сета, которые теперь стоят у меня на столике, все такое золотое, коричнево, розово, красивое, мне очень-очень нравится, и есть еще две кисти, которые я сюда доставляю от Real Techniques, без которых я не могу, это их беличий хвост большой для румян, и кисть для пудры, две самые мои любимые, необходимые, и также расчесочка для бровей, тоже без которой я не обхожусь, а так и сейчас я пользуюсь только этими кистями, очень довольна их мягким, замечательным качеством. Еще хочу сказать, что эти кисти, конечно, шикарно сделаны, вот эти вот новые, у них просто шикарный дизайн, здесь вот есть гравировка такой, как цветочек, как и здесь, в принципе. Здесь вот очень красиво точно написано Rose Golden, чего нет в первых, в общем, дизайн просто милейший, мимишный, очень красивый, кисти мне стоили, кому интересно, по нормальному курсу валюты, да, ребята, кто в Украине, в России, я думаю, что для вас это на данный момент немножко не актуально, по нормальному курсу валюты они мне стоили вместе с доставкой в Израиль, потому что кто живет за границей, они в Европе там снимают разные налоги, и, по-моему, цена выходит, что в Европе, что за границей, у меня стоило, по-моему, около 75 или 72 евро, все вместе, то есть большой набор и подставка для кистей, поэтому хорошая цена, по-моему, в Европе он тоже самое стоит, потому что там налоги нужно, да, платить. А быстренько расскажу про набор для глаз, в общем, он такой маленький набор, я просто еще, я его выиграла, я вам это не сказала, я участвовала в розыгрыше от Зоива на Твиттере, я обычно в розыгрышах нигде не участвую, кто обратил внимание, особенно в Инстаграме, не люблю розыгрыши в Инстаграме, но на Твиттере мне все равно, потому что Твиттер у меня такой, он не блоговый, а просто, ну, как бы я его везде пишу, что у меня есть Твиттер, но как бы Твиттер у меня больше такой, мой способ следить за селебристей, которых я люблю, и, в общем, за интересными, разными там другими вещами, в общем, я подписана на Зоива, и как раз у них был розыгрыш на Твиттере, я подумала, ну, почему бы не попробовать, вдруг получится, и тут они мне пишут, через 10 дней, что я выиграла вот этот вот набор для глаз, я была просто безумно счастлива, потому что я в жизни никогда ничего не выиграла, это был полный восток, я их еще не открывала, вот идет вот такой вот набор, здесь, как всегда, карточка, кто это упаковывал, видите, как все, все упаковано в пакетики, потом каждая кисть, в еще одном пакетике, у каждой кисти есть выбражка, а здесь, в принципе, есть все эти кисти, которые у меня уже есть, кроме нескольких других, но я не совсем уверена, что мне, хотя здесь есть все, что мне надо и больше, в общем, вы знаете, если честно, вау, это, конечно, красиво, в общем, я пока еще не решила, что я буду с этим набором делать, хотя сейчас на него смотрю, и мне так захотелось все открыть, в общем, я пока еще не решила, что буду с этим набором делать, может быть, его кому-то подарю, а может быть, сама буду пользоваться, я еще не решила, поэтому я пока его держу в сторонке, не открываю, держу его в оригинальной упаковке, потому что, если вдруг захочу кому-то подарить, чтобы он был красиво, а в оригинальной упаковке сложен, но я еще пока не уверена, может быть, я его открою и буду всем пользоваться, потому что сейчас обратила внимание, что там есть немножко больше кистей, нежели я думала, что есть. Ну что, вот такой вот был мой обзор, я вам хочу сказать, что кисти ZUIVI я очень люблю, У них очень хорошее качество за цену, а представьте, что я заплатила, что их набор стоит 65 евро на 8 кистей, поделите это 65 на 8, и вы поймете, что каждая кисть не так дорого стоит, так что, в принципе, эти кисти относительно бюджетные, они на уровне примерно Real Techniques, даже немножко дежавле выходит, вот, я очень-очень довольна. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то вы хотите узнать дополнительное, что-то, что я не рассказала, то обязательно оставляйте в комментариях внизу, я постараюсь на этой неделе выложить все видео, которые у меня были запланированы до моего, до моей перезагрузки, я надеюсь, что у меня получится, но я не обещаю, как обычно, вот, в любом случае, на сегодня все, мы с вами увидимся очень скоро, я вам обещаю, пока! Всем привет! Ну что ж, сегодня я вам расскажу о покупках, которые я сделала в Риге, в Дьютифри, и несколько покупок здесь есть онлайн, что вам еще не...